Единая Россия организовала в Щёлкове приём жителей, приурочив его 18-летию партии. В приёмной на улице Парковой с населением разговаривали глава округа Сергей Горелов и руководитель фракции в Совете депутатов Григорий Агикян. Председатель общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма Алла Дубенко предлагает установить в Щёлкове памятник тем, кто побывал в плену у немецких захватчиков. Мы обращаемся к вам с огромной помощью, просьбой и надеемся, что вы нас поддержите. Ветеранам дали ответ. Свой памятник, куда могли бы приходить на поклоны родственники, у бывших узников в городе будет. За поддержкой в Единую Россию обратилась активная группа жителей дома 24 по улице Пушкина, недовольная результатом перепланировки фасада. Все жильцы были вместе заодно, что мы против, мы не хотим. В вопросе незаконной переделки жилплощади администрации округа на стороне жильцов. На чем мы остановились на сегодняшний день? Мы не имеем документов, которые свидетельствуют то, что из жилого переведено в нежилое. Это абсолютно точно. Нет протокола, где все сособственники этого здания, этого дома за то, чтобы там было нежилое помещение. Мы с прокуратурой проговорили, что необходимо выходить в суд. Мы обратились в государственную жилищную инспекцию, и они обещали, что вот сейчас в декабре они выходят в суд. И уже через суд они заставляют привести в нормативное состояние, как жилое помещение, которое было. Председатель ветеранской организации сотрудников МВД России Щелковская Нина Медведева заручилась поддержкой единороссов в организации автобусной экскурсии для воспитанников класса юных сотрудников полиции. Возим мы ребят на экскурсии. Обязательно у нас в программу входит Центральный музей МВД. Ваш номер сейчас оставите? Да. Мы ваш вопрос от нашей партии решим. Спасибо большое. Понимаете, в чем дело? 75-летие Великой Победы. Активисты из микрорайона Жигалова обратились в приемную с предложением поддержать их инициативу в установке на улице 2-я пятилетка памятного камня о фронтовиках-жигаловцах. Пока мы формировали списки, выяснилось, что очень много героев пила. Григорий Агикян взялся помочь и жигаловцам и техникой, и строительными материалами. Администрация в оформлении необходимых документов. Вопросов сегодня очень много было обсуждено и будем находить пути решения, потому что партия «Единая Россия» работает ради людей. Это партия реальных дел, партия, которая оказывает помощь и в том числе разрабатывает много партийных проектов, которые направлены на улучшение жизни наших сограждан.